Эти юные студенты медицинского колледжа только вступают на самый важный путь в своей жизни. Именно они в будущем станут на стражу самого ценного, что у нас есть – жизни и здоровья. Так же, как и Евгений Антонович Вагнер в далеком 1940 году закончил Одесскую государственную медицинскую академию. Тогда люди еще не знали, какой вклад он привнесет в российскую медицину. Ректор Пермской и сооснователь Кировской государственных медицинских академий, он выпустил тысячи студентов, которые сейчас гордо носят звание врач. Я действительно горд, что я его знал лично. И та школа, которая сейчас в Пермском крае, она и частичкой лежит во мне. И Вагнера знают во всей России, безусловно. Они знают в мире очень много специалистов, и не надо рассказывать, кто такой Вагнер. Если говоришь, что ты работаешь в больнице имени Вагнера, говорят, да, это вот тот знаменитый хирург, да, конечно. В этот день в Березняки приехала и дочь Евгения Антоновича. Татьяна Вагнер – врач-радиолог. Она пошла по стопам папы. Татьяна Евгеньевна вспоминает, отец был заботливым, но в то же время строгим. Под его крылом вся семья чувствовала опору и надёжный тыл. Он очень любил людей. Он очень любил и уважал свою профессию. Он любил город, который приютил его в свою больницу и старался хорошо работать. 360 научных публикаций, множество открытий в хирургии травм груди и спасений сотен людских судеб. Он построил семь корпусов первой городской больницы и именно благодаря ему она приобрела статус краевой. Вагнер – это символ Березняковской медицины. Именно поэтому жители Березняков приняли решение поставить здесь памятник именно на том месте, где построена была поликлиника, где долгие годы работал человек. Он внёс неоценимый вклад в российскую медицину. Результаты его трудов будут спасать целые поколения ещё много лет. Елена Силакова, Степан Некрасов. Новости на ТНТ.